Не просто так люди задаются вопросом о смысле жизни. Обычно эта ситуация всегда решалась очень просто. Наличием цели. А цели создавались извне. То есть общество, религия, идеология. Они все время рисовали нам отдаленную цель, движение которой есть смысл. В чем смысл духовной жизни? Условно, царствие небесное, просветление и так далее. В чем смысл строительства коммунизма? Наши дети будут жить хорошо, и мы будем лучше жить. В чем смысл капитализма? Ты всех победишь, будешь самым крутым, и будешь уважаемым членом общества, и все вокруг будут тебе завидовать. То есть все время у нас были какие-то цели, установленные извне. И образ будущего, который рисовался соответствующими идеологическими системами. Нет идеологической системы, которая бы не обещала какого-то светлого будущего. Сейчас мы оказались во времени, когда, во-первых, социальные институты, способные производить идеологии, больше не работают, потому что идеология всегда врет. Если вы все знаете, то вы не можете верить идеологии. Любая идеология рассыпается. Потому что вы знаете, что все не так просто, как идеология рисует. Поэтому больше социальных институтов, которые могли бы мистифицировать эту морковку, куда мы все рванем, они больше не работают. Вторая проблема состоит в том, что технологии и вообще время, как стена надвигается на нас с все ускоряющейся динамикой. Почему? Потому что обычно мы производились более-менее линейно. То есть у нас было сначала радио, если мы говорим 20-й век, радио, вот мы бабушка и девушка смотрели, слушали. Потом появилось телевидение черно-белое, потом появилось цветное телевидение, потом появились видеоманитофоны. Это был такой очень последовательный процесс. Я прекрасно помню появление первого цветного телевизора в моей семье. Очень ждал я цветного телевизора, он пришел коричневый, что меня сильно удивило. Все говорят, будет цветной телевизор. Открывают обычный коричневый ящик. Где цветной? Я даже не мог представить, что изображение может быть цветным. Поэтому очень линейно все шло, постепенно. А потом вдруг пошел резкий взлет. С начала 2000-х годов технологии стали радикально менять нашу жизнь. И представить, что будет дальше, все сложнее и сложнее. То есть мы можем, я даже писал книжки, Четвертую мировую войну, например, я рассказывал, но одно дело, как ты можешь этот вообразить, я же воображал, вся цветного телевизора. Как-то. А ты не можешь вообразить. Как можно вообразить, что мы будем жить вместе с роботами, например? Ну, это сложно вообразить. Также в свое время было сложно, кстати, вообразить, как жить с мобильным телефоном. Зачем нам мобильный телефон? Нам мобильный телефон не нужен. А потом оказалось, что нельзя. И так вот мы не можем представить, а это реально будущее. И мы в этом будущем не можем себя ощутить. Зачем занимается префронтальная кара? Она создает образ будущего, в котором мы себя можем ощутить. А здесь мы не можем. И образ будущего перестал рисоваться. Точно не так же. И в результате человек начинает оглядываться на самого себя. Он говорит, Господи, а я-то что? А я-то где? А что происходит вообще? А зачем это нужно? И возникает этот специфический вопрос, который мы называем вопросом о смысле жизни. А на самом деле это вопрос о том, кто я. Ну, и не в смысле того, что кто я, я там тот-то, тот-то, тот-то. А вопрос о том, я себя вообще внутри как-то чувствую или я самим собой нахожусь в дефиците. То есть я когда вместе с собой, я как будто бы пустой. Почему все люди хватают за телефон сейчас постоянно? Потому что секунду, когда они остаются наедине с самим собой, им не с кем. Их нет. Понимаете? Вот нашего нет присутствия в жизни. А от чего рождается присутствие жизни? Присутствие в жизни рождается, потому что у вас есть дело, когда вы что-то созидаете, вот вы начинаете что-то делать, и у вас есть действие. Оно имеет представленность в бытии. Пахарь пашет, писатель пишет и так далее. Это я Сартра уже цитирую, одного из главных специалистов экзотенциальных кризисов. Значит, когда вы что-то делаете, и второе, это когда у вас есть рядом люди, с которыми вы коммуницируете, взаимодействуете, вовлеченно, эмоционально, соприсутствуете с ними, проявляете мир через друг друга, друг для друга. Поэтому нормально сейчас потеряться. Вопрос, как мы будем действовать. Можно начать ждать, что как-то это рассосется, и прятаться. Жуткая прокрастинация. Прячусь от того, что боюсь делать, что страшно делать, не понимаю, как делать, трудно делать и так далее. Мы стали вообще очень к себе, как бы сказать, по поводу себя беспокоимся. Не надо, не беспокойтесь. Это правда. Всегда вы жили в иллюзии. И человечество всегда жило в иллюзии. Сейчас просто эта иллюзия обнажила себя. Да, раньше она закрывалась идеологиями, каким-то образом будущего, машина, квартира, дача, семья. А сейчас нет, больше не закрывается. И вопрос, он теперь по-настоящему. А можем ли мы быть человеками? Вот, Дарвин говорил, что особенность человека – это ум и доброта. Да? Доброта – это с другими людьми, а ум – это делать что-то. Вот. Поэтому действие и взаимодействие – вот что есть сейчас наша основа, которая обнажилась и которая ставит перед каждым из нас принципиальный вопрос. А мы вообще планируем прожить жизнь или мы ее здесь проводим? Вот. Вот надо учиться проживать. И может быть, на счастье, что нам это представилось, потому что это кого-то может напугать и принудить к этой работе. Она непростая, но она очень важная. Потому что она дает вашей жизни смысл. Продолжение следует...